Музыка Ежегодно на рынке недвижимости появляется множество многоквартирных новых домов. Соответственно, все чаще возникает желание приобрести новую квартиру. Но что сделать со старой? Как ее продать? Сегодня в программе вместе с нашим экспертом мы дадим несколько практических советов. Прежде чем выставить свою квартиру на экспозицию, другими словами, на продажу, необходимо ее для этого подготовить. Это однозначно должно быть чистое, просторное помещение, не захламленное лишней мебелью или лишними какими-то вещами. Она должна быть хорошо освещена, то есть тусклые лампочки или отсутствие лампочек, ну, такое бывает и в квартирах, и в подъездах, лучше устранить. Это однозначно помещение должно быть хорошо проветрено, то есть в нем не должно присутствовать посторонних запахов. Конечно же, если где-то есть какие-то недочеты в ремонте, то есть где-то отошли обои или какие-то мелочи, там где-то ручка сломалась или еще что-то, то лучше это исправить, подремонтировать, потому что каждый такой недочет, он, во-первых, может повлиять на стоимость объекта, то есть покупатель будет пытаться сторговать вас, во-вторых, просто на спрос. То есть хорошее впечатление от объекта, оно в первую очередь влияет на сроки его продажи. После тщательной подготовки нужно определить цену ваших квадратных метров. Здесь вы можете обратиться к помощи оценщика, или же сделать это самостоятельно. Но для этого нужно подробно изучить рынок недвижимости. Кроме того, необходимо учитывать и другие немаловажные факторы. Стоимость квартиры складывается из множества факторов. Конечно же, на нее влияет в первую очередь местоположение объекта, влияет сколько комнат, соответственно, чем больше комнат, тем будет дешевле цена за квадратный метр. Влияет инфраструктура, метраж квартиры. Планировка ее, безусловно, материал стен. Конечно же, влияет наличие ремонта. То есть, если квартира, так скажем, в убитом состоянии, то цена ее будет ниже, чуть-чуть ниже рыночной. Если квартира с замечательным ремонтом, то тут у нее есть преимущество. Не всегда стоимость объекта включает в себя полную стоимость ремонта. И это, конечно же, надо учитывать, потому что многие наши собственники, продавая квартиру, вспоминают, сколько же денег они потратили на ремонт и хотят полностью это включить в стоимость жилья. Перед самой сделкой купли-продажи необходимо подготовить все документы. Существует стандартный набор, который может дополняться другими справками. Это зависит от каждой конкретной ситуации. Стандартный пакет документов – это правоустанавливающий документ, то есть на основании чего квартира была приобретена. Ну, к примеру, это может быть договор передачи собственность гражданам, то есть приватизация, или это может быть купли-продажи, или дарение, или наследование. Также это свидетельство о госрегистрации. В общем-то, это все, что требуется на сегодняшний момент на сделку. То есть при различных нюансах могут добавляться различные документы. Ну, желательно, чтобы на момент сделки люди были выписаны из квартиры. После того, как все мероприятия по подготовке квартиры к экспозиции завершены, можно заключать договор купли-продажи. Кстати сказать, если вам самим тяжело или не хватает времени всем этим заниматься, можно обратиться к помощи риэлтора. Я бы, конечно, посоветовала обратиться к специалисту. Все-таки не каждый день вы занимаетесь продажей квартиры. Может быть, получится так, что вы неправильно установили цену. Вы за счет этого можете потерять несколько сотен тысяч. То есть, опять же, если неправильно установленная цена, она влияет на сроки экспозиции объекта. Чем дольше он будет у вас стоять в экспозиции, тем больше в дальнейшем вам придется сбросить эту цену. На самом деле, очень множество нюансов, которые специалист все-таки посоветует, потому что он занимается этим ежедневно. Естественно, за услуги грамотного специалиста придется платить. Однако не советуем вам обращаться к частным риэлторам. Лучше всего работать с крупными организациями. Надеемся, что наши советы помогут вам быстро и без особых трудностей продать свою квартиру. Но если у вас еще остались вопросы, присылайте их на электронный ящик программы потребитель63собак.gmail.com Удачи вам! О недвижимости поговорим на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok